Создание вариативных товаров немного отличается от создания простых. Для создания вариативного товара вам нужно выбрать из вот этого раскрывающегося списка вариативный товар. Посмотрите, наша панель немного изменилась. Пропала вкладка основные и добавилась вкладка вариации. Для создания вариативного товара в первую очередь нужно перейти во вкладку атрибуты. Как я говорил ранее, вариативные товары это те товары, у которых имеется разновидность в характеристиках, то есть в атрибутах. В данном товаре у нас будут два атрибута, это размер и цвет. Причем джинсы черного цвета будут стоить 2500 рублей, а остальные по 3900. Итак, для начала нам нужно создать первый атрибут, это размер. Для этого мы кликаем по этой кнопке. В появившейся панели вот это поле вводим название атрибута размер, а вот в этом поле вводим значение атрибута, то есть перечисляем размеры. Причем разделяем их обязательно вертикальной чертой. Это безусловное условие для того, чтобы атрибуты начали действовать для наших вариаций. У меня такая черта ставится на английской раскладке с помощью сочетания клавиш shift и кнопки расположенной над кнопкой enter. Либо можете скопировать черту откуда-нибудь и вставить между размерами. После того, как значения заведены, мы устанавливаем галочку в чекбоксе использовать для вариаций и сохраняем изменения. Теперь по этому же алгоритму создаем атрибут цвет, вот так, и сохраняем изменения. Далее переходим во вкладку вариации. Вариации это варианты исполнения товаров, то есть вариации это упорядоченный по смыслу набор атрибутов. Например, у нас товар имеет атрибуты размер и цвет. Размер S и синий цвет это одна вариация. Размер M и черный цвет это уже другая вариация. И так далее. Нам нужно создать абсолютно все сочетания атрибутов в вариациях. Для этого мы будем использовать автоматический режим добавления вариаций. Итак, мы из вот этого раскрывающегося списка выбираем создать вариации из всех атрибутов. И кликаем по кнопке применить. Затем в двух последующих всплывающих окнах мы кликаем ОК. Там будет предупреждение о том, что за раз можно создать более 50 вариаций. И следующее окно будет нас информировать о количестве созданных вариаций. Посмотрите, у нас все получилось. Теперь нам нужно настроить каждую вариацию. Для этого мы кликаем на каждой вариации вот здесь. В результате чего открывается панель настройки конкретной вариации. Давайте приступим к настройке. Также вариации можно добавлять и вручную. Например, если бы у нас было только две вариации. Черный размер L и синий размер L. Тогда мы бы выбрали из раскрывающегося списка просто добавить вариацию. И кликнули по кнопке применить. Вот в этих раскрывающихся списках можно менять атрибуты для создания правильной вариации. Но так как у нас вариация состоит из сочетания всех атрибутов, поэтому автоматическое добавление вариации подходит нам как-никак кстати. И ничего здесь выбирать не надо. Вот таких атрибутов вариации может быть сколько угодно. Также если у вас используются в вариациях не все сочетания атрибутов, вы можете сначала добавить все вариации через автоматический способ, а затем в каждой вариации из вот этих раскрывающихся списков повыбирать правильные сочетания. Лишние оставшиеся вариации удалить, кликнув по этой ссылке. Но это был так небольшой экскурс в основы создания вариативных товаров. Итак, мы начинаем. Давайте настроим первую вариацию. Мы уже отметили, что сочетание атрибутов нас полностью устраивает, так как мы используем в вариациях абсолютно все сочетания. Для начала нам нужно подгрузить аватар изображения этой вариации товара. Для подгрузки кликаем по баннеру и подгружаем изображение. Вот так. Вот это поле мы вводим артикул для товара, то есть как бы индивидуальный идентификатор, по которому он учитывается на складе. M001 указывает на товар. S это размер. B это цвет blue, то есть синий. Например, для черного цвета размера M этого же товара можно ввести артикул M001MBL, где M это размер, BL это цвет black, ну а M001 указывает на товар. Далее находится уже знакомая нам панель, которую мы видели в настройках простого товара. Здесь мы устанавливаем функционал управления запасами, а также определяем обычную цену и стоимость по скидке. А теперь внимание, если не указать цену, то функционал добавления в корзину товара данной вариации не будет доступен. А если при активации функционала управления запасами не указать количество остатков и не выбрать правильную схему работы с клиентами по предзаказу, если, конечно, вы активировали эту панель, то могут возникнуть проблемы с заказом товара. Так что за запасами и ценой при создании товаров следите более отчетливо. Итак, все настройки данной вариации заведены. Давайте свернем панель настройки данной вариации, кликну вот сюда, то есть туда, куда кликали для открытия данной панели. Теперь мы переходим к настройке следующей вариации. Посмотрите, я завел вариацию с черными джинсами. Тут уже другое фото и другая цена. То есть мы создали сложную вариацию. При выборе данной вариации в карточке товара с эффектом выскальзывания будет подгружаться соответствующее фото, цена, артикул и количество товара на складе. В этом и заключается суть создания вариативного товара. Теперь давайте по этому же алгоритму заведем все остальные вариации. Как это сделать, вы уже знаете. Поехали. Посмотрите, мы настроили все вариации. Теперь сохраняем изменения в них. Все остальные вкладки у вариативных товаров заполняются в точности, как и у простых товаров. Теперь мы подошли еще к одному очень революционному моменту.